Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий Лубенский. В прошлом видео я рассказывал, что делать начинающему, ну или уже состоявшемуся композитору, который решил писать музыку на компьютере, что ему нужно для этого знать. В этом выпуске я расскажу про гармонию, как научиться ее слушать. Так что не забывайте подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Занятие – это упражнение, это практика. Так что сегодня мы с вами будем практиковаться, и я проведу маленький такой интерактивный урок. Для начала несколько слов о терминах, которыми я буду оперировать сегодня. Если вам что-то покажется в новинку, сразу садитесь к своей медиклавиатуре, пробуйте. Итак, первое. Параллельная тональность. У каждой тональности есть ее параллельная тональность. Это означает, что в этих обеих тональностях одинаковое количество знаков при ключе. Например, до мажор, ля минор – там вообще нету знаков. Но это значит, что ни в до мажоре, ни в ля миноре знаков при ключе нет. Все клавиши белые. Я не расист. Далее, в тональности, например, фа мажор. Параллельная фа мажору ре минор. И мы сможем обнаружить, что и в ре миноре, простите, и в фа мажоре только один бемоль. Си бемоль, при ключе. В фа мажоре и в ре миноре. Далее, ступень. Ступень – это определенная нота в тональности. Например, ре – это вторая ступень до мажора ми третья, соль пятая, си седьмая. Ничего сложного. То есть мы оперируем такими термами, как вторая ступень. Мы не говорим соль, си, мы говорим пятая ступень, седьмая ступень. Далее. Функция. Функция – это гармонический рисунок в тот определенный момент времени в мелодии. Например, если у вас звучит в мелодии какой-нибудь там кварт-секст-аккорд, то вполне справедливо можно сказать, что это доминантная функция. Если играет какой-то сложный аккорд из семейства субдоминанта, то мы просто отвечаем – это функция субдоминанта. Итак, начнем. Все, что я буду рассказывать, лучше сразу садиться и пробовать. Что-то новое узнали? Ставьте видео на паузу, садитесь к медиклавиатуре и начинайте пробовать. Попробовали, повторили, это где-то уложилось у вас в голове. Включаем дальше, смотрим дальше, учимся. Итак, посмотрим на квинтовый круг. Изначально квинтовый круг нам показывает, сколько диезов или сколько бемолей в той или иной тональности. Можно посмотреть, что они увеличиваются, диезы с одной стороны, с другой стороны увеличиваются бемоли. Но нам квинтовый круг важен сейчас по другому поводу. Давайте выберем какую-нибудь вашу самую любимую тональность. Я так думаю, это до мажор. И посмотрим на ближайших родственников до мажора. Это слева и справа. Это фа мажор. Это соль мажор. Фа – это четвертая ступень в до мажоре. Соль – это пятая ступень в до мажоре. На четвертой ступени строится субдоминанта, на пятой строится доминанта. Я наиграю, у меня там сзади пьяно-ролл, вам видно же, да? Шучу. Итак, о чем я говорил? До мажор. Четвертая ступень от фа – это строится субдоминанта. На пятой строится доминанта. И снова возвращаемся в тоникум. Обратите внимание, что если я заявил, что нахожусь в до мажоре, то, играя трезвучие от ноты фа, я не говорю, что это фа мажор. В пределах тональности до мажор я говорю, что я в до мажоре, а это субдоминанта. Субдоминант – трезвучие на четвертой ступени. Собственно, доминанта – это трезвучие на пятой ступени. Почему ближайшие родственники? Потому что они сидят рядышком. Почему чаще всего используются? Потому что действительно те ближайшие соседи на квинтовом круге, они в музыке используются намного чаще, чем дальние родственники, тональность дальнего родства. Ну вот, например. Мы чаще будем использовать тонику. Доминанту, субдоминанту, тонику, нежели чем, скажем, тоника и совсем чужая тональность. Совсем чужая тональность. Они не звучат благозвучно. Поэтому, говоря близкие родственники чаще всего, мы как раз имеем это в виду, что они чем ближе, тем благозвучнее звучат. Итак, немножко про тяготение. Та или иная функция, тот или иной аккорд, он с определенной силой тяготеет к тонике. Давайте сравним это с натяжением тетивы лука. Если мы говорим, что это доминанта, то это максимальное натяжение тетивы, и стрела улетит далеко-далеко прямо в цель. Субдоминанта – это тоже сильное натяжение, но оно чуть слабее, чем доминанта. Все-таки хочется как-то пройтись из субдоминанту в тонику через доминанту. До мажор – это субдоминанта. Разрешаем в тонику. Да. Но хочется как-то пройтись через доминанту. Да, часто мы используем такой ход, что прямо через субдоминанту мы, не беря доминанту, возвращаемся в тонику и вроде бы звучит, и вроде бы все хорошо. Возникает вопрос, а зачем тогда нам все это? А зачем нам все это тяготение, если звучит и не режет ухо? Это нужно за тем, что, чувствуя тяготение к тонике, натренировав свое ухо, вы сразу определяете слету, какая гармоническая функция в тот или иной момент играет в мелодию. Это важно. Мы с вами обратили внимание на ближайших родственников. Давайте начинать пытаться их определять на слух. Это важно, потому что, услышав какой-то трехэтажный доминант кварцепт аккорд, придумайте какое-нибудь сложное название, вы уже сразу на слух можете определить, ага, это доминантная функция. Ну-ка, а что там в басу? Ага, там третья ступень в басу доминантного трезвучия, то бишь седьмая в основной тональности. Значит, это секс-таккорд, это доминантный секс-таккорд. И таким способом, когда вы сразу слету определяете функцию гармоническую, вам намного легче уже ориентироваться, какая гармония должна быть в мелодии. Я беру для упражнения простую и известную песенку Луиса Армстронга «Let my people go». Я буду играть ее несколько в упрощенном виде, на самом деле там с гармонией чуть-чуть сложнее, но для примера нам это будет вполне достаточно. Но сначала давайте послушаем, как звучит тоника, доминанта и сук-доминанта для минори. Это тоника. Это доминанта. Послушайте их сочетание. Суб-доминанта к тонику. Суб-доминанта. Суб-доминанта к тонику. Послушайте их сочетание вместе. Доминанта. Тоника. Так, теперь я буду медленно наигрывать эту песню. Я пока не буду говорить, какие там функции. Вы для себя попробуйте на слух определить, что именно там играет. Потом я повторю, и мы разберем, что там да как. Суб-доминанта к тонику. Надеюсь, вы все услышали. Давайте закрепим. Я играю еще раз, и смотрим, что это за функция. Начинается с тоники. Доминанта. Тоника. Суб-доминанта. Тоника. Доминанта. Тоника. Дальше все повторяется. Доминанта. 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 Тоника. Доминанта. Доминанта. Тоника. Доминанта. 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 Тоника. Доминанта. Запомнив это и тренируясь, тренируя свое ухо, вы должны дойти до такого состояния ушей, что вы на автомате сразу можете различать тоника, субдоминанта, доминанта. Когда вы достигнете совершенства в распознавании этих базовых функций, попробуйте к ним добавить или их немножко видоизменить, добавить какие-то ноты. Например, возьмем субдоминанту до мажора. Вот у нас до мажор, вот субдоминанта. Попробуйте понизить шестую ступень. Как это красиво звучит. Попробуйте туда добавить вторую ступень. Потом попробуйте поэкспериментировать с третьей ступенью. Вот это у нас тоника, до мажора. Третья ступень звучит так, достаточно известный гармонический ход. Вот к нему надо привыкнуть, его нужно запомнить, и тогда вы точно будете знать, что это третья ступень. Третья ступень это тоже близкий родственник, он является параллельным минором доминанте. Итак, если вам нужно больше помощи от меня, то, пожалуйста, оставляйте комментарии. Не забывайте ставить лайки или дизлайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новый интересный материал. И с вами был Дмитрий Лубенский. Басовый ключ мне встану. Субтитры создавал DimaTorzok